Так, ну это надо про Добрыню. Будете слушать про Добрыню? Конечно. Придется. Придется. Это тоже сегодня у нас арктический эпос, то есть то, как сказывались былины на берегу северного ледоэта океана, в устье реки Печоры. Это Лабожское уже будет, и там жил такой Никандр Иванович Сусов. И вот, он уже, это переходное звено между традиционным сказителем и сказителем современным. Вопрос на засыпку. В чем отличие традиционного сказителя от современного? Прямая передача. Вот, вот, вопрос передачи. У них было от сказителя к сказителю, он услышал другого сказителя и запомнил, устно. А современный, между нами стоит собиратель. Вот, был старый сказитель, есть современный, но был еще собиратель, который записал того старика, и я учу уже по записи. И вот этот Суслов, он был таким, потому что он жил в деревне преклонных лет. Но пел он по книге Анчакова. То есть у него была Анчаковская книга, 902 года записи, а его в 56-м. То есть 50 лет прошло, полвека. Но он те старые записи очень хорошо знал. Его вариант, например, Добрыния Леша, я сейчас буду петь, он соотносится с тем вариантом, который Анчаковым был. Вот Шевелевой, Поросковья Ивановна, записан в 1902 году, в село Куя. В село Куя. А он в Абужском, но другой вариант. А дальше уже были, миновав вот этот этап, она уже бытует снова так же. Вот я сейчас могу спеть. Андрей запомнит, и у нас уже будет сказитель-сказитель. Между нами собирателя нет. Потому что, ну понятно, крестьянство ушло, а Былина, она очень была привязана к быту. Быт ушел, крестьянский, ушла Былина крестьянская. И теперь вот новая Былина, уже городская, она приспосабливается, ищет пути. Ну вот видите. Так вот, а Добрыня? Добрыня это уже не новгородский богатырь, а? Кто знает? В каком городе нес службу Добрыня Никитич? В Киеве. Вот. А пришел он из Рязани. Он из Рязанских богатырь. Но про это я сейчас не буду рассказывать. А именно, вот он служит княже Владимиру, и однажды ему выпала служба, идти защищать этот Киев, и надо идти далеко. Как случилось, и добрый не в поле ехать, и ненадолгою времен на двадцать два года. Оставалась ее тыня года любима, семья любима была, семья да молода жена. Ош, как-то ли Настасия дочи Микулична, молодой своей жены тут он и говорил, уж крепко он Настасьюшки наказывал. Не приеду, если я через двадцать два года. Так не сиди, коты, тогда, вдовою горькею, а поди, коты, тогда, хошь за инав, за муж, хошь за барина, Хошь за Руську го, могу цього богатыря. Не ходит только за Олешуцку поповица. Мы креста мыстим, Олешкой поменялисье, мы братьями с ним поповицем прозывалищем. Ох, немного поры время минувалосье, ах, во столе, но мы в нашем граде Киеве, Да у ласкового князя, да у Владимира столованье за водилось пированица. Уж как все тут и на перу, да пьяный веселый, один-то веке, Олешуцка невеселный. Ах, повесил он головушку на белую грудь, Вот упел и вот сия сыны, вот тесовый пол, А вот частые его мелкие перекладинки. Ох, есть, говорит, у меня ведь мысли в головы, Уж как есть и думка у меня на ретевом сердце. Захотелось мне-ка молодчу ранить ищи, Захотелось взять вдову честну Добрынину. Ох, князь-то тут Владимир ужасается, Уж как все у нас ребята удивляются, А может быть, Добрынюшка и сам живой. Как можно вот жива мужа, Жона отнеть. Говорит на то, О, Леша, сын, А ведь был я недавно в чистом поле, Видел я Добрынюшку юбитого сквозь Добрынюшка, Трава уже давно растет сквозь Микитеця, Ай, цветы лазуры льявы цвету. Собирались и рубяташка тут поездом, На добрых коней посели, да, поехали. Ах, приезжают и ко подворе и всю Добрынину, И колотятся они, да, кого? Эй, дубовые двери, они воры, Мы пришли, да, не розыбойнички, Они злые, не лихие подороженечки. Мы не торги, торговать, да, не Житьем и пожить, а о добрум мы О деле, да, усва, то свихать, Взятьте мы чесну выдову Добрынину, Кабы то еше Настасию додцы Мику лишьну за нашу го Олюшоцку-пуповску. Ух, не белая тут и лебедушка Восплакала, а и та нас отасья Тут и горько склыкала, а и у матушки И пошла, да, сдоложилась, ах, и одевала воно Тут платье свое чветыное, и пошла воно, Но антидак нанесу поездом, ее то дело было под неволиною. У Добрынюшки, братцы, было две утехи великие, А два-три ворона, кормленые, утеные. Полетели у них Добрыни во полюшко, Один ворон сел, братцы, и так на сыру землю Задрожала наша матушка сыра земля. Другой ворон сел, и у нас, и до нас, и ромы дубо, Ай, преклонились дубы, и до косы рои земли Третий ворон сел, Добрынькина, белой шатер. А у шатра тогда ты, Ниночки, о, выпали. Скоро пробудился наш Добрынюшка, Видно, в Киеве у нас и до несы троеница, Ай, видно, в осы толь нём, О, нас и до безы, времень, ечё. Скоро вон, скот силы да на резвые ноги, Шетого, скорее нам, добрыра коня. Ах, прямо ежою дорожшенько ехать месяцы, Криво ежою дорожшенько ехать годицёк, Доскакалы наше Добрынька право в три часа. Подъезжая ты ко двору своёму широкому, Острецят ёго родимое, Го матушэка цесна вдува, А мы ли Фатима фиёвына тут не бела, Верёсы, как зимы, леклонице упала, А ёмый Фатима фиёвна, А Добрынюшеки, она ведь его резвые ноги, И уж как скоро стала ему рассказывать, А и были у нас гости тене милоселивы, Наезжал на нас Владимир и князь, А ес наш соленышко, И шо старое наше казакы, Да или я муровец, И шо то то их цюрила го лошапишко, А и шо то то ли, олёшика, Сыны левонь тьё ведь, Ах, увезли они твою ведьму, Лоду жену, А с солёшкою их, наверно, Винцами покрыто уже, Да и кольцами, наверно, уже поменяно. Ох, надевают-то гды добрыня, Платьё цветыноё, Уж как цветно платье, Цё доско морошиноё, И шебрал с собой, Он гусельца ерофы цеты, Скоро идёт-то ко князю, Ко Владимиру, А на ту нагромыку, Сватьеву на Олёшкину. Ну, каликой переоделся, Давай погулять надо на свадьбе. Ох, приходит калико перехожая, Уж как-то леско морошино, И убогая стала свадьбаки, О, гусельца поигрывать. Ай, такие речи стал, И вон приговаривать. О, спасибо тебе, Владимир Красы, Сыну солнышко, Хорошо тебе на свадьбе Сидеть батюшком, И тебе спасибо, Княгина мать, А проксия тебе на свадьбе Хорошо сидеть и матушкой, И тебе спасибо, Старый казак Илья Муромец, Хорошо тебе погулять, Погулять на свадьбе Тысяцким, И тебе спасибо, Цюрилка, Голоша, Пишка, А тебе погулять, Хорошо на свадьбе Дружкою, И тебе, О, Леша, Спасибо, Сын, Поповец, Блад, С молодой женой, Тебе Даво Совете Жить, И тебе спасибо, Ты молода, Настасьюшка, А тебе Со мужем Хорошо Его Согласие Быть, Доставали То где Тут Тони Колецика, А которым Они С Настасьей Обыруцели, Скочила Тогда Настасья На Резевые ноги, А не тот Мой муж Который Нынь Возле Меня Уж Как тот Ле Муж Который Супротив И Меня Разодвинула Столы Она Дубовые Раздергала Она Скотерочки Шулыковые Рос Ломала Разбила Посуду Всю Она Виш Позолот Все Но А И Сие Ствушки Рассыпала Сахар Расплескала Весе Напеточки Медовые И Упала Она Добрые Него Резевые Ноги Ты Прости Ко Меня Да Бабу Глупу Ай Разреши Отпусти Меня Да Великом Грехи Разрешил Ты Мою Ночи Вину Перевую Становил И Он Анастасию На Резвые Ноги Брал За белы Руки За Золотые Персни Глой Обнимал За Шею Лебединую Целовал И Он И Е В Уста Сахар И Я Говорит И Он Тут Е И Слово Ласы Кого Твое Дева Ночи Подневольная У Баба Волос Долок А Ум То Коротенькой Куда Е Ведут Туда И И И Куда Везут Туда И Едет Вот Прошаю Тебя В первой Вины И Великом Вихи Не Прошу Только Князя Владимира И Тебя Княгина Матя Пракси И Тебя Старый Казак И Тебя Цюрилка Голош Капишка И Тебя Алешка Сын Поповец Влад В каком Свете Это Видано Где У нас Это Слыхано Чтобы От живого Мужа Жена Отнеть Не удалось Женить Бо Алешеньке Удалось Только Старый Годин И Вот Поздравляю Тебя Алеша Хорошо Женился Только Не с кем Спать Были И Закончились Отдых Чайку Попить Продолжение следует